Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Крафцев Сергей, сегодня хотел бы поговорить с вами о социозависимости и социозависимых людях. В общем, смотрите, очень много разной информации, если вам, соответственно, понравилась эта тема, если я уверен, что на эту тему есть спрос, я буду, соответственно, снимать больше точных выпусках. А сегодня я вкратце расскажу вам о том, как это проявляется, откуда это вытекает. Ну, во-первых, надо понимать, что это такое патологическое состояние все-таки эмотивных личностей. У меня бывшая девушка была социозависимой, я ее пытался, соответственно, худо-бедно лечить. Мы чего достигли? Мы достигли того, что она перестала именно на эмоциональном уровне удачно очень, да, получилось все-таки, что она перестала от большого количества родственников зависеть от их мнения, перестала воспринимать их мнение, одевать на себя. Чем это выражается, да, у социозависимых? Они очень сильно переживают о том, какого мнения люди, от которых они зависят. Мама, когда высказывает мнение успешно, ты неуспешно поступил, поступила, хорошо, плохо и так далее. Они это все на себя надевают и внутри все это сопереживают очень сильно. То есть, понимаете, для них является очень важным не то, как к ним относится весь социум, понимаете? Это не та история, как про нарциссы или про истерика, вот важно, чтобы все считали меня офигенным, а важно то, как мои близкие люди меня оценивают. И вот, или чем более патологичным это состояние, тем больше это прям сужается до одного человека. Бывает такое, что некоторые формы нарциссизма тоже могут перерастать в социозависимость. Социозависимость по-разному может проявляться. Нарцисс будет более агрессивен, как социозависимый. То есть, он будет даже несколько ненавидеть, я бы сказал, того человека, от которого он зависит. И будет вся вот эта нарциссическая история, о которой я рассказываю, будет продолжаться, да? Но, тем не менее, может тоже мне встречался прям человек, достаточно я его хорошо знал, который был социозависим от собственного родителя, и, соответственно, там, ну, не очень хорошая ситуация присутствовала в семье. Поэтому, соответственно, вот, я рекомендую вам разделять эти вещи, бывают социозависимые, как правило, и мотивы, бывают социозависимые нарциссы. Это всегда скрытые нарциссы. У меня вот девушка, о которой я говорю, она от мамы зависела. Я очень долго консультировал, очень долго не мог понять, что там происходит и что и как. А вот выяснилось, вот, таким образом обстоят дела. Поэтому, соответственно, старайтесь, старайтесь разделять эти вещи. И что я могу вам порекомендовать, если вы социозависимы, если вы, соответственно, зависите от какого-то другого человека, да? Если человек проявляет социопатические, психопатические, нарциссические проявления, просто негативные какие-либо проявления по отношению конкретно к вам, а вы не можете от него уйти. Возможно, это социозависимость. И в случае социозависимости, как и в случае других акцентированных и патологических состояний, я считаю, к сожалению, вот, я очень часто говорю, что вы можете справиться сами. Я очень часто снимаю видеоролики о том, что можно справиться с ситуацией самостоятельно. Но в случае социозависимости маленькая помощь вам нужна. Нужен какой-то совет и поддержка просто человека, если вы одни. Потому что социозависимому человеку самое, что противопоказанное, это оставаться одному. И как в случае с моей бывшей девушкой, вот она была социозависима, естественно, там, от меня она несколько социально зависела. Пока вот я не построил, так скажем, такую, потом расскажу, если вам интересно, ограду, так скажем, и так далее. И вот не начал выводить ее в этот мир, потому что социозависимых очень часто, точно так же, как и у шизоидов, они замыкаются в своем мирке и стараются жить только домом, там, ну, какой-то работой. Но боятся выйти, вот так скажем, в свет, да, боятся общаться с социумом, с большим широким спектром. И здесь, наверное, наступают нарушения, потому что с возрастом они все больше и больше себя ограничивают. Как бы сжимается в кольцо их социозависимость. И концентрация выходит только на одном человеке, а не на всем социуме, да. Потому что нам же очень важно в социуме уметь лавировать. Нужно ребенка, допустим, в детский сад устроить, нужно уметь, да, нужно какие-то еще вещи сделать. Даже девушке, к примеру, пойти какими-то уметь оперировать какими-то базовыми науками общения с другими людьми. А, допустим, она теряется, она стесняется. Это вот очень частая ситуация социозависимости, когда по эмотивному типу идет. То есть человек очень замкнутый становится, очень стеснительный, очень такой зажатый, скованный, закомплексованный. Вот, нарциссов же, они, как правило, никак не уходят в себя. Они тоже, тоже социозависимость все равно ограничивает человека в общении. Они становятся тоже такими, ну, так скажем, они привязаны, они почему-то моседы, как правило. Они привязаны к человеку, с которым они живут, от которого они зависят. Но в социуме нарциссы тут сложнее, у скрытых, особенно нарциссов, они могут контактировать. Вот эмотивы, они совсем отстраняются, они, похоже, у них такая замкнутость, прям вот они становятся такие очень зажатые, их можно поймать, сразу вычислить. А нарцисс нет, он может быть более-менее общительным, и вы даже не поймете, что он такой, на самом деле, тоже абстрагирован. И в том или другом случае основной признак социозависимых, у них нет друзей, нет приятелей, нет вот этого вот окружения, с которым они постоянно контактируют. То есть они очень зажаты. У них есть их вот человек, от которого они зависят, есть они, есть, как правило, ну, более-менее в норме или в акценте еще остается работа. Все. Никаких вот сформированных других контактов, с кем бы они общались, там, на регулярной основе, да, каких-то приятелей, просто подруг, друзей, к сожалению, нет. И это негативная сторона социозависимой, одна из наиболее такой ярко проявляющей себя. Ну, коротко, вот что я хотел рассказать о социозависимости. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите мне комментарии, что вам интересно, расскажу подробнее. С вами был Medical Fitness Psychology. Я жду вас на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье!